Если не стоите, то сами решайте, это же взрослые люди. У меня здесь, помните, умерла в поликлинике. А давайте расскажем, почему нет. О чем рассказывать? Я уже всем говорю в плане того, что красивый город Анапа, да, я все согласна, местность там, набережная, это все надо. Там, как он сейчас в последнее время, да, про чем он, про парковки говорит, там, кто ваш, это шведский? Да, да. А почему он не говорит о том, что столько людей приехало сюда жить, столько новостроек? А где больницы? Кроме центров вот этих вот, которые сделали МРТ, и в итоге МРТ потом оказалось неправильным. Мы при этом отдали деньги, нам поставили 5% в лимонии. Когда мы через три дня попали в другую больницу, нам пришлось 300 километров уехать от Анапы. Нас здесь никто, нам не помог. А там оказалось уже 55%. Еще через неделю 85, в итоге, молодая женщина умерла. Нам сказали, здесь одни стоматологи, травматологи, ковиды точно никто не лечит. Хорошо, пусть не ковиды. У мальчика произошел аппендицит, лопнул гнойный аппендицит. Это вообще самая страшная вещь для Анапы. Конечно. Пока мальчишка довезли, они везли его в Краснодар. Он до Новороссийска не доехал и умер. Куда смотрит мэрия? Куда? Вот я вот этого не понимаю. У нас вчера от ковида, чтобы вы понимали, умер депутат, владелец кафе «Сказка». То есть, представляете, там, ну, и финансовые возможности, и все было. А просто, ну, вот я не знаю, чем это делать. А никакие деньги здесь не помогут. Здесь нужна правильная, экстренная, грамотная медицинская помощь. Именно грамотная. А не то, что там, как вот идет дексаметазон, парацетамол, это все ерунда. Это такая капризная болячка, она не каждому подходит. Здесь нужны умные люди. Хорошо, я согласна. Может быть, их набрать здесь сложно, да, сюда. Но вы хотя бы помещение. Вы покажите когда-нибудь вашу больницу. Потресканные, одноэтажные, вот эти, это просто жутко. Там безусловно. Такой красивый город. Такой большой. Самое интересное, понимаете, у нас даже никто не говорит о том, что, ребят, будет построена еще одна городская. Вот именно. Вы слышали об этом? Нет, вот именно меня это и возмущает, что именно это я никогда не слышала. Мы живем на Шевченко, и все люди, которые вот поняли эту тему, потому что у нас на этаже еще умер один человек. Об этом тоже никто не говорит. У вас умер ЖК Лазурный, Капстрой, главный инженер или кто он там был. Он тоже умер от ковида, молодой мужчина, крепкий, физически здоровый. Тоже тишина. Но ведь так не бывает. Но деньги не могут все перекрыть. Бизнес, вот эти вот отели, вот это все. Да, это все красиво. Но вы о людях-то подумайте. Вы не думайте о том, что раз вы приехали сюда, умирать, езжать в свои регионы. Ну, у вас так и получилось. Так и получилось. Так нельзя. Насколько мы любили Анапу, и насколько я сейчас ехала сюда, я приехала сюда именно забрать ее вещи. Именно по печальным, будем так говорить, вещам. У нас соседи в доме, ну просто в шелке, молодая, цветущая, красивая женщина. И вот так вот, вот так глупо. Вот она вам и Анапа. К сожалению. Много раз я говорил о том, что Анапа лучше не болеть, потому что медицины тут нет. А мне кажется, тут расчет на то, что приехал, там, неделька, десять дней, и дергай отсюда. Либо как пенсионеры приезжают, доживать, все. Со всеми общаюсь, все, как говорится, медпомощи в Краснодаре. Да, это хорошо, все довезут. А если инфаркт? Ну все. А если инсульт? Я живу в городе, в Волгограде. У нас в каждом районе, в районе столько болится поликлиник, сколько у вас во всем городе нет. У нас школа сейчас тысячная, тысяча школ. Хорошо, школа-то не смертельная, тоже это неудобно, я понимаю. Но медицина, здесь вообще нет медицины. Вот я не знаю, кто это сказал из блогеров, что это могильник. Анапа, это могильник. Кладбище увеличились в три раза, чьи слова не помню. Ну, я говорил обтого. Конечно, я просто образно говорю. Просто жаль, мы столько человек проработали на севере, она съемала Ненинского округа. Она столько хотела отдохнуть. Ну, еще и не старости лет, 60 лет еще не старости. Это молодая цветущая женщина. Приехала сюда, столько зарабатывала, стремилась для того, чтобы приехать и умереть в Анапе. Прикол. И вообще, Полякову огромный привет, то, что он в свое время не построил. А сейчас мэру вашему, ну я вообще не знаю, что ему пожелать. Я ему пожелаю, чтобы его успели довезти, если, не дай бог, с ним случится какая-то вреда. Ну, он же уже переболел. Ну, у него есть родственники, у него есть дети, соседи, правильно? Нельзя ведь так рассуждать, что если я переболел, сейчас говорят, вторично болеют люди, еще страшнее, чем. Поэтому надо думать об этом. Помимо денег в кармане, надо думать о людях. Да, не санатория, а в первую очередь заботиться об инфраструктуре. Конечно. Санатория-то приехали. Хотите улыбнуться просто. Вот мы сегодня снимали открытие остановки в Анапе. Да, вот это в самый раз. Это уровень, понимаете? Да, это в самый раз. То есть люди умоляли, чтобы им сделали остановку, пришлось собирать там митинги, чтобы нас услышали, и чтобы что-то там сделали, понимаете? И вот сегодня мы снимали, люди счастливы, что у них появилось. А мы говорим с вами о поликлиниках, о больнице. Нет, я честно вам скажу, я вот когда ехала сюда, я, может быть, тоже не задумывалась здесь помирать, да? И, конечно же, я ехала сюда на позитиве, на радостных моментах. Но когда такое произошло, я поняла, что мы вообще не защищены абсолютно. И не дай бог, что случится, никакой Краснодарном, никто нас туда не довезет. Ближайшие, что у вас, Крымск, насколько я поняла, но люди говорят, в Крымске тоже. Местный уровень, местные врачи, специалисты. Почему здесь нельзя в Анапе сделать нормальную больницу, сделать нормальную зарплату тем же медикам, тем же нормальным врачам, чтобы они остались здесь жить, чтобы они спасали людей? Слушайте, предложите к любому медику, чтобы приезжайте в Анапе, мы выделим квадратные метры. Пять лет отработали, они ваши, я уверен, что тут одни медики будут. Конечно, конечно. Я не знаю, как вы вообще местные жители здесь живете и не боитесь. Это честно вам скажите. Как не боюсь, боюсь. Я поэтому, допустим, вот зубы ездил в Копск лечить. То есть побоялся в Анапе. Хотя говорят, вроде бы зубными врачами у нас уже получше стало. Все остальное я просто боюсь ходить в больницу. То есть ты туда пришел, в платный медицинский центр, ты пришел, любой анализ сдаешь, у тебя сразу список болезней. Чтобы ты завтра пришел, там еще дополнительные анализы сдавал или тому. В бесплатную придешь, ты совершенно здоров. А где золотая середина? То есть всего этого непонятно. Мы когда сделали КТ, да, в платной здесь в АС-клинике, и когда нам уже показали, что да, у вас пневмония, то есть это не просто... Мы не стали сразу скорую вызывать, потому что понимаем, что нет, не тяжело. Мы трое суток боролись с бешеной температурой под сорок. Потом я вызываю скорую, и знаете, в чем мне говорят в трубку? Мы вам честно говорим, мы вас никуда не заберем. Мы можем приехать, сделать вам жаропонижающий, и все. Я говорю, ну приедьте хотя бы жаропонижающий сделайте. Ну хотя бы что-то сделайте. Я вызывала их где-то полдесятого вечера, они приехали полу второго ночи, но они приехали. Они приехали, они посмотрели, а она, фельдшер, говорит, я все понимаю, мне вас жалко, но я вам ничем помочь не могу. Я могу вас отвезти в Крымск, но не факт, что вас там возьмут. И если вас там не возьмут, я ждать вас не буду, вас обратно привезут на такси, сами поедете. Время полу второго ночи, мы не знаем ни города, ни где этот Крымск. Что это, да, вообще? Что это и как это? Мы остались еще на двое суток. И до тех пор, пока уже просто человек задыхаться начал. И мы, честно вам скажу, уехали аж в станицу Ленинградскую, где тоже есть ковидный госпиталь. Но уже было поздно, она все равно умерла. Она умирала уже, и болел был. Это просто жутко, я вам больше скажу. Человек умирал, у него глаза вылазили. Мы все болезненно. Можете вырезать. В общем, такие дела. Я вам желаю здесь не болеть. На душе. Не болеть, пожалуйста. Ладно, простите за воспоминания, за вас. Всего доброго. Мы все болезненно. Смотрим вас до сих пор, каждый божий день. Потому что она все равно родная. Ладно. Спасибо большое. Всего доброго. Все хорошо. На душе. Спасибо.